Сумеречная принцесса Руперта Папкина мог додуматься до формулировки такого вопроса. Что общего у Лавкрафта, Марио и Зельды? И тут же найти ответ. Известно, что Лавкрафт публиковался в журнальчике с плохо переводимым на русский названием Weird Tales. То, что серия Марио это вне всяких сомнений Weird Tales, надеюсь, никто оспаривать не будет. А вот можно ли подобное сказать о Зельде? И конкретно о Сумеречной принцессе. Об этом я попытаюсь поразмышлять в сегодняшнем шоу. Не знаю, насколько подготовлена моя аудитория и стоит ли упоминать, что в серии Зельда мы играем не за Зельду, а за мальчика Линка. Вот и первая странность. Серию смело можно было назвать легенда о Линке. Как и усатый, мачо, гей, рабочий класс, джинсовый комбинзон, белые перчатки а-ля Чеппендейл, кепка аэродром, южанин Маррио. Линк в каждой игре спасает принцессу-блондинку, обретает тройную силу, отображенную в виде трех треугольников на перчатке, достает волшебный меч и через раз или даже чаще бьется с черным властелином. Тьфу-ты с Ганна... Ганандорфом. К настоящему времени, то есть после выхода Skyward Sword и Link Between Worlds, это хождение по кругу многим уже начало надоедать. Все-таки не платформер, как Марио, а адвенчура, жанр более требовательный к сюжету и хочется чего-то свежего. Тем не менее, почти вокруг каждой большой Зельды разгораются нешуточные битвы фанатов, половина из которых готова назвать любую часть лучшей в серии, а другая половина худшей. Не обошел стороной этот обычай и Сумеречную Принцессу. Сначала, когда игру раскупили широкие слои мейнстримных геймеров, она очень многим сильно не понравилась. А кое-кого даже взбесило, был это 2006 год, люди только что купили себе новую приставку Wii. А вместе с ней и один из немногих, но зато сильно распиаренный и довольно-таки недешевый эксклюзив, Сумеречную Принцессу. Вставили диск в дисковод, запустили игру и... увидели графику уровня PlayStation 2 и GameCube. Это было испытание не для слабых духов. И здесь нет преувеличения, поскольку игра делалась для GameCube. Параллельно вышла на GameCube, и графика в версиях GameCube и Wii абсолютно идентичная. Версии отличаются только управлением. Зная, сколько в игре контента, сколько труда художников было потрачено, становится очень обидно, что все это сделано на таком технически отсталом уровне. Мы спускаемся в сказочные пещеры, ныряем в озера, исследуем дворцы и замки. Скачем по полям, и везде нас преследуют страшно размытые текстуры, угловатые модели, туман, закрывающий обзор. В общем, все прелести старины глубокие. Увидев такое непотребство, человек серии незнакомый, не знающий, что ждать дальше, бросит игру на первых часах. Те же, кто решит продолжить, встретятся с новыми, суровыми испытаниями. Отсталость коснулась не только графики. Своим ядом она пропитывает все аспекты игры. Диалоги не озвучены. Окей, это японская игра, у них так принято. Управление камерой полуручное, точно такое же, как в самой первой 3D-зельте, Окарине. Камеру нужно подправлять вручную регулярно. Всего три ячейки для сохранения в игре, рассчитанные на 60 часов. Это уже, я не знаю, чем объясняется. Нет журнала, и пока мы не встретим Минду, мы даже не будем ясно представлять, какие задания нам дали, и что, собственно, от нас требуется. Это самое неприятное в начале игры. И тоже очень многих оттолкнет. Раскладка кнопок и выбор гаджетов на Wii такое, что, мягко говоря, надо очень долго привыкать. И последний, большой недостаток. Очень-очень вялое начало. Как обычно, история начинается в тихой деревеньке, где мы должны освоить азы. И в течение первых часов приходится заниматься такой ерундой, что хочется плюнуть на Зельду и запустить симулятору тракториста. А вось станет веселее. Хотите верьте, хотите нет, лично я добрался до первого данжена, когда на счетчике было уже 8 часов геймплея. За это время можно пройти сингл Call of Duty. Зельда же после 8 часов только-только стала начинаться. Упс, я забыл уточнить жанр. Может быть, кто-то, начитавшись игрожура, подумает, что Зельда это ролевая игра. Ничего подобного, Зельда это адвенчура. А сумеречная принцесса прямая линейная адвенчура. На всю игру наберется пара побочных фетч-квестов сбор жуков и убийство злых духов. Итак, смирившись с графикой, привыкнув к управлению и потратив 8 часов на блуждание по лесным коридорам в окрестностях деревни, мы наконец-то очутились в настоящей пещере. Не в каком-нибудь там захудалом гроте или ущелье с парочкой сундучков в темных уголках. И вот тут-то игра начинает показывать себя. Данжены большие, таинственные, с великолепной причудливой архитектурой и планировкой. Хитрыми, никогда не повторяющимися загадками, монстрами и, конечно же, боссами. И всего этого много. И опять я заскочил вперед, потому что нервы мои давно расшатаны высокоинтенсивным геймингом. Я нетерпелив и сбивчив. Мы не можем оказаться в настоящей пещере, пока нам на спину не усядется одна наглая бабенка. Нет, не принцесса Зельда, она заперта в своем собственном дворце. И это не ой-ой-ой-ой страшный спойлер, потому что это показывают в интро. А мелкую бабу зовут Минда. Говорят, что это единственный серьезно выписанный персонаж за всю историю Зельды. Минда исполняет роль центрального сюжетного героя и гида одновременно. И если мы застрянем, дает туманные малополезные подсказки. И опять я сбился. Главное предназначение Минды на первых порах превращает нас в волка и служить проводником в сумеречные зоны, где мы собираем слезинки и бьемся с тенями. Вот видите, сколько всего понапридумывали в этой сумеречной принцессе, куда как богаче, чем в Сайверсорде. Когда мы выбираемся на просторы Хайрула, пешком ли, оседлав лошадку-япону или превратившись в волка, то поначалу кажется, что в полях, лесах и ущельях делать особо нечего. На первый взгляд по ним бродят навязчивые гоблины и прочие монстры, сражаться с которыми неинтересно, из них даже лут не выпадает. Но стоит нам пройти пол игры и более, раздобыть гаджетов, обзавестись бомбочками, костюмом для подводного плавания, крюком, а в некоторых местах может понадобиться даже зубчатое колесо и жезл, как тут же выясняется, что в полях скрыто немало секретных гротов, в которых можно найти сундучки с сердечками, а на дне водоемов тоже всегда найдется, что взорвать или куда заплыть. А там, где водоемы, там можно и рыбку половить. Делать это при помощи веймута очень весело. Линк бережно относится к фауне Хайрула, поэтому пойманную рыбу выпускает, но результаты улова записывает в журнал. Сделано в Японии. Ни текущие квесты, ни выполненные никуда не записываются. Никаких журналов прохождение игры не ведется, зато о пойманном карасике обязательно сделают отметочку в логе. Любителям поиграть на арфе или подуть в окарину предлагается свежее развлечение. Нет, не бубен, а вытье у камня волчий воин. Мне эта мини-игра совсем не понравилась. Много я не навыл и не открыл бонусов для волка. Фанаты и западный игражур, а не наш, потирают тему, что, дескать, Сумеречная принцесса есть ремейк Ocarina of Time. Не беспокойтесь, если это и ремейк, то очень-очень вольный. Если вы прошли Оcarina, то не опасайтесь, впаривать что-то по второму разу вам не будут. Здесь все другое. Если Cyber Sword был назван мной самой бездушной Зельдой, то Сумеречная принцесса без сомнения самая мрачная Зельда. И не смейтесь, если вам незнакома чувствующая мягчий грудь тревоги при мыслях, что вот-вот закончится масло и бледный трепещущий огонек фонарика, едва освещающий полтора метра пространства вокруг вас, потухнет, и вы навсегда останетесь в промежной тьме, населенной скелетами пещеры. Ядро игры Девять данженов. Это больше, чем во всех других землях. Только богатейшая японская фантазия смогла найти место, расположив их во всех сферах и стихиях Хайрула. В лесу, под землей, под водой, на снежной вершине, в небесах и даже в потустороннем мире. Мне больше всего понравились Арбитр Граунд, находящийся в пустыне, и Сити Инзи Скай, находящийся в небе. В данженах у нас загадки. Загадки ведут к сундукам. В сундуках ключи, и глупые рупии, которые всем давно надоели, тратить их почти не на что. Ключами мы открываем двери, а открыв много дверей, мы получаем самый главный ключ, который приведет нас к боссу. А убив босса, мы получим кое-что, что надо для сюжета. И возможно какой-нибудь свежий гаджет, если мы не нашли его в данжене ранее. Так играются все Зельды, если кто не знал. И принцесса тут не исключение. В общем, не судите эту игру по одежке и первому впечатлению. Наберитесь самурайского духа, поборите неприязнь от устаревшей графики, мелких технических неудобств и вялого начала. Дойдите хотя бы до места, когда наглый бабуин покажет вам огромный, голый, красный, с блеском, будто бы намазанный маслом зад. Очаровательная японская шутка для детей. И вот после этого эмоционально насыщенного момента вас ждет очень классная адвенчура. До свидания, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok